Да, привет, привет вам, сердечные, привет, сердечные. Давайте, друзья, представьтесь, потому что сейчас вас увидят все, и потом мы скажем, как вас зовут, если вы хотите представиться. Давайте, давайте, я так вижу, ну давай, давай, говори, я вот рисую, пишу книжки, готовлю чемпионов мира и так далее, а ты чем занимаешься, расскажи еще раз мне, чтобы музыка. А где картина, сынка? Где она, видишь, под картиной? Ага, не говорим, что да, посмотри, знаешь, вот лежит. Вырезаю я по дереву, вырезаю брелки плиту из специальных ниток паракорд. Рисую. Да, вот так прям покажи, чтобы видно было, это очень интересно. Да, я скажу, чем ты рисуешь? Гуашью в основном. Гуашью. Ближе немножко покажи, чтобы больше видно было. А ближе оно, это, я не знаю, как. Ну да, вот так, вот так, вот так. Ты, во-первых, представься, хочешь, чтобы тебя все узнали по имени, правда же? Меня Влад зовут. Влад, вот ты молодец, да, Влад. А меня Хаасай, да. Такое простое имя, да. Хаасай. А ты Влад, а у меня ромашки. Вот, видишь, ромашки, боже, коровка на ромашке. Ну, разные картины. Что ты еще рисуешь, скажи мне, пожалуйста, Влад? Ну, в основном мы с мамой там всякие фейзажи рисуем. Ну, вот я там инопланетную карелку нарисовала вот эту. Ух ты, слушай, здорово. А скажи, чем ты еще занимаешься? Ну, ты по дереву делаешь, вырезаешь, рисуешь. Чем ты еще занимаешься? Ну, пиво всяких разных. Что жьешь, корожай? Интересно. Пиво всяких. Интересно. А еще? Маленького. Вот это? Нет, маленького. Еще чем-то. Вот еще, всякие разные. Вот еще. Ну, вот мне очень интересно, кем же ты будешь в будущем? Вот еще по дереву подставка для телефона. Допустим, через 5 лет, через 10 лет, через 100 лет. Кем ты будешь? Ну, я не знаю. Тут даже он мангал вырезал по дереву. Да, молодец. Сколько тебе лет? 11. 11 тебе? Да, 11. А в какой академии ты учишься? Или чем ты вообще? В школе. В школе. В школе учишься. Понятно, понятно. Скажи, пожалуйста, что ты еще делаешь? Ну, вроде бы. Сейчас на скалолазание записался. Кстати, это сейчас на скалолазание записался. Пойду сегодня. На что записался? Скалолазание. 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 Понятно. Скалолазание. Скалолазание. А если у меня ты еще играешь? Ты мне вот когда... А, да. Еще играю на пианино. И в шахматы умею играть. Ну, даешь. Ну, ты молодец. Кто тебя научил? Ты сам научился все это делать или как? Ну, да. Что-то сам что-то в интернете увидел. Доченька. В интернете. Ну, твоя мама прислала к нам на конкурс персонажа, героя. Мы там объявляли с Валерией конкурс, чтобы мы сделали для комнаты психологической разгрузки некого героя, который бы типа мультипликации или как-то по-другому мы придумаем, как подсоединить ИИ. И чтобы этот герой какой-то вот, ну, такой симпатичный, чтобы он показывал, как подбирать приемы для снятия стресса, включения внутренних сил, здоровья, чтобы он показывал это и чтобы все смотрели. И вот мама твоя прислала. Ты маме тоже помогала это делать, да, этого героя, да? Да нет, это мама сама делала. Понятно, понятно. Маму попросим, давай, пусть она в двух словах скажет идею этого героя, чтобы все заранее знали, что на конкурсе вот уже есть один, так сказать, герой. Вот я этого видел, я смотрел, то, что она прислала. А мне, чтобы она всем сказала. Тихо, 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 тихо. Тихо. Тихо, ты скажи, у тебя девочка на руках, как ее зовут? Вот, если это не... Ладно, ладно. Я хочу знать, вот, я вышла, выйти. А на компьютере... Вот, вот. Видно нас, не видно, не знаю. Видно нас, да? А слышно? А слышно? Ну-ка. Веда, девочка у тебя тоже, наверное, сказала, ласка, или она рисует, или поет. Она сказала, ласка. Вот, она в академии какую учится. Вообще интересно, да. Сейчас я тут присяду. Она полтора годика. Полтора годика она тут по спортивному комплексу у нас живет. Ой. Привет, привет, привет. Смотри, какая хорошая. Как у нас говорят, ту-ту-ту, Машала, чтобы не сглазить. Это я ей молюсь, да. Желаю здоровья, счастья. Слушай, посадись. Садись, ага. Расскажи мне про героя, который ты мне прислала. Это такое... Ты его нарисовала с помощью ИИ тоже, да? Да-да. Но мне сама идея очень понравилась, что она вот именно с вашим именем, вот, Хасайчик мне прям нравится. Такое имя хорошее. Интересно, да. И ассоциация такая, что вот он, котенок, с лисенком как бы вместе, такая генерация, что вот начало, как бы котик такой неуверенный, такой миленький, такой пушистенький, вот, как бы где-то застенчивый, может быть. Но благодаря хитрости, знаниям лисенка, вот благодаря вашим естественным знаниям, он как бы раскрывается и становится вот, ну, сильным, вот, настойчивым, смекалистым, ну, вот, достигает своих целей, вот. И у него еще сердечко, кулончик, и он загорается во время того, как он делает эти упражнения, применяя ваше знание, и вот раскрывается внутренний потенциал, как бы это вот ассоциация такая, сердце, вот, кулончик. А вот, ну. Интересно. А я тебе скажу, вот, до этого момента, как я получил твоего героя, мне еще прислали, знаешь кого? Такого гуся. Но гусь вообще, мне кажется, здесь, это, конечно, интересно, но лучше человечка, конечно. Потому что человечек более понятен, у него ручки, ножки, голова, там показано, как он упражнения делает, или хлест там, или там лыжника, или там выбирает из миллиона упражнений то, что ему подходит в моменте, он будет учить всех. Он будет учить подбирать эти упражнения, чтобы каждый посмотрел, как он делает этот герой, и быстро научился за пять минут подбирать, и одновременно этим самым развивать творческое мышление. Это будет очень интересно. Ну, мы еще подождем, кто-то еще, наверное, пришлет к нам. Да, конечно, это просто как идея, как, ну, как предложение, вот, как я вижу. Да, очень замечательно. У вас вообще вся в семье такая творцы, творцы вообще. Причем очень разносторонние, очень молодцы такие. А вы давно в нашей школе, нет? Ну, вот, в вашей школе совсем недавно через YouTube-канал вот увидели, и вот прям очень сильно заинтересовались, ну, нам нравятся вот упражнения, вот мы делали упражнения, и делали вот, есть такое видео, вы помогали другу, заболел друг, и вы вот помощь другу оказывали, мы прям повторяли эти упражнения, очень понравились нам делать. Вот, мы надели с сынкой, да. Твой сын вообще классно тоже делал эти упражнения, да? Мы с сынкой делали, мы с сынкой делали. Вот, нашла, нашла, газетку нашла, похвастаться, похвастаться, да. Сын. От моего сына заметка. Вот он там в газете напечатан, да? Там про сына, да. Вот он тут с кексами, с кексами он тут у меня. Он любит это выпекать, ну, как бы, кексики. Я так счастлив, что мы подружились, познакомились. Давай выставим твоего героя. Все оценят, порадуются. Подождем нескольких героев, кто нам пришлет. Идея. И кто получит первую ромашку мою, я нарисую белую ромашку, как приз. Кто получит вторую ромашку. Так что времени осталось мало, друзья. Давайте присылайте героя. Видите, какой пример замечательный сейчас рассказала Ирина. Да, спасибо тебе большое. Хочешь ты обозначить, кто ты, что ты, кем ты работала, или будешь работать еще? Я, да? Если ты хочешь, у нас все пожелания. Ну, много в каких сферах. Первое, высшее образование, у меня психолог. Второе, высшая магистратура, это банковский менеджмент у меня. Ходила по школам, вот лектор антинаркотический я была. Кем я еще была, кем я только не была, честно говоря. Сейчас вот у нас сайт есть в гостях у бабушки Марфы. Мы вот с сынкой тоже его развиваем. То есть, ну, как-то хочется... Ну, для меня вот важно какое-то вот нести в люди настроение. Вот хоть чем я могу заниматься, но чтобы это какое-то настроение вот несло людям. Вот весело, чтобы было как-то радостно жить было. Вот что-то вот такое. Это может быть хоть кулинария, хоть творчество, хоть что, в принципе. Делиться радостью, мыслями. Ну, это замечательно. Это как раз то, чем мы занимаемся. Занимаемся в нашей школе человечности. Школе Человек Будущего. Ты посмотрела один только видео наше или ты посмотрела несколько? Как тебе понравилось? Мне очень интересно твое мнение. Мне... Мне... Не хоть... Так, мы... Ну, сколько мы посмотрели? Я вот два дня по три, три уже дня подряд смотрю ваше видео. Перед сном смотрю, днем смотрю. И мне они нравятся все. Я делаю их, и как-то на душе веселее становится, радостнее, спокойнее. Вот. За маленькой вот бегаем. Тут полтора годика, и у нас тут прям активность повысилась. Ну, я мешать не буду. Я понимаю, что такое... Я сам прадедушка, у меня, Максимке, пять лет уже, другому правнуку годик. Так что я это все понимаю. Активность повысилась у вас тут сейчас. Я вам желаю здоровья, успехов, и я, конечно, уверен, что мы не расстаемся. Мы будем дальше. И я жду ваших всяких посланий, видео. Будем обмениваться, дружить. Пожалуйста, на связи будем. Хорошо? Спасибо. На связи. Всего доброго. До встречи. До встречи. До встречи. Так, сейчас.